Алматинская область является лидером по развитию туризма в Казахстане. Только на озере Алаколь за прошлый год отдохнуло свыше 1 миллиона человек. Что будет с этой сферой в этом году в свете пандемии коронавируса? Об этом поговорим сегодня. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях директор Туристского информационного центра Алматинской области Раушан Иманкулова. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте начнем с того, каковы общие тренды развития туристской отрасли у нас в регионе. Какие глобальные изменения произойдут в этом году? Или уже произошли? Наверное, этот год — год внутреннего туризма. Мы так считаем, что такая большая возможность у наших бизнесменов для развития внутреннего туризма. Конечно же, это пляжный туризм. Пляжный туризм — это Алаколь, Хабшагай и озеро Балхаш. В прошлом году на Алаколе было превыше миллиона туристов, как вы уже сказали. В этом году по положительным прогнозам мы ожидаем не меньше туристов, потому что по данным сейчас мы знаем, что на июль месяц места уже все забронированы. Если говорить о зонах отдыха Алаколь, мы сейчас ведем большую работу именно с зонами отдыха по приему туристов. Помогаем им малым местам размещения именно основам, учим их основам продажи мест размещения. Такая работа сейчас у нас проводится. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить и задать по телефону 40 0109, код города 87282. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp Messenger. Вы по нему можете отправить свои вопросы письменно. Мы в студии озвучим голосовые сообщения. Мы не просим на этот номер не отправлять. Скажите, пожалуйста, вот в свете пандемии коронавируса, как теперь люди будут отдыхать на Алаколь? Таких вопросов у нас очень много. Например, на Капшагае уже отдыхать нельзя, а вот люди желают поехать на Алаколь. Как теперь быть им? Ну, опасность заразиться коронавирусом есть. Да. Согласно постановлению нашего главного санврача, с 13 июня базы отдыха начинают свою работу. И также и на озере Алаколь. Сейчас в каждом районе создана мониторинговая группа, которая ведет работы по проверке именно по готовности наших зон отдыха к работе именно в режиме карантина. И руководители зон отдыха сообщают, естественно, мониторинговым группам о готовности, приезжают, их проверяют. Конечно, социальное дистанцирование в первую очередь в зонах отдыха. Все эти правила прописаны. Руководители зон отдыха обещают, что будут выполнять и работать по всем нормам алгоритма именно по размещению. И по зонам отдыха, по их работе. Это, например, дистанцирование, социальное дистанцирование. И на территориях бассейна тоже есть особенно ограничительное количество людей, которые должны посещать территорию бассейна. Также по местам питания. За одним столом должны сидеть одна семья, если состоит из четырех человек, они сидят за одним столом. Другой стол должен стоять на расстоянии полтора метра. Ну вот такие вот работы. Вы думаете, это получится? Поскольку если считать, что в прошлом году, например, миллион триста только отдохнуло на Алаколе, на озеро, ну и, соответственно, везде работали все бассейны, городские работали, люди могли туда выехать, могли на Капшагай выехать и там тоже отдохнуть. Но в этом году везде все закрыто. Люди просто будут вынуждены выехать на Алаколь. Что делать в таких случаях? Придется ли дикарем? Мне кажется, я думаю, что это должна быть каждая гражданская позиция каждого человека. Каждый человек должен думать о своей защите, также о защите своих близких, родных и друзей. Поэтому каждый должен соблюдать все эти правила во время отдыха. Даже если они будут отдыхать дикарем, это дистанция, это, я не знаю, соблюдение вот именно масок, да, иметь санитайзеры, иметь с собой антисептические средства. Вот, я думаю, и детей в первую очередь тоже должны учить этому. В первую очередь защита. Да. Скажите, пожалуйста, вот какой вид туризма у нас в регионе больше всего востребовано, особенно иностранцами? Вообще приезжают ли иностранцы к нам отдыхать в ЖТС? Иностранцы приезжают. Экологический туризм. Экологический туризм у нас представлен пяти национальными парками в нашей области. Это Алт-Немель, Иля-Латау, Кульсай-Кульдера, Чарын и Жонгара-Латау. На территории наших национальных парков разработано не менее 70 маршрутов, по которым могут туристы проходить, смотреть. Там не менее 40 объектов экологических, очень интересных. И иностранцев это очень интересует. Также этнотуризм. Это тоже развивается в нашем регионе. Ну вот мы спрашивали, интересовались. Просто многие бизнесмены, многие частные компании прям активно хотят заниматься экоэтнотуризмом. Вот какие-нибудь условия им создаются? Вот какие критерии ставятся? Какие требования перед ним? Таких критериев нет, если честно. Наверное, должно быть огромное желание. У нас сейчас очень активно работает этнотуризм, этноаул Гунны и этноул Намад. Этноаул Гунны, он создавался более 10 лет назад. И сейчас они пожинают плоды своего труда. Это уникальные объекты, где можно посмотреть традиции, культуру нашего народа. И именно это интересует сейчас иностранных туристов тоже. Ну, желающий, например, бизнесмен, он может найти какой-то свой вид именно эко- или этнотуризма, который востребован у жителей вообще Казахстана или у иностранцев, и запустить свой проект. Да, может. Может. Никаких преград им не будет? Никаких преград нет. Желающим двери всегда открыты. Вот задают вопрос, телезритель говорит, как добраться до Алла-Коля? До Алла-Коля можно добраться на самолёте. Авиасообщение у нас с Нур-Султана, с города Алматы, с Талдыкургана. Также у нас ездят поезда. Поезда начали ездить? Поезда начали ездить. Также на транспорте. Ну, на транспорте это... На транспорте, да, сейчас идут ремонтные дороги, ой, ремонтные работы, но, тем не менее, этот вид тоже есть. Смотрите, у нас, например, мы любим отдыхать. В основном, у кого есть деньги, они все любят отдыхать за границей. Их привлекает в первую очередь инфраструктура, например, зона отдыха и вообще сервис. Вот обращаете ли вы, например, когда туристов отправляете, например, в какую-нибудь зону отдыха или вот даже выбрать экотуризм и этнотуризм, вот обращаете ли и какие-то требования вы ставите, например, вот этим компаниям, которые занимаются туризмом в целом? Требования мы не ставим, но, конечно, каждый год мы работаем над тем, чтобы улучшить инфраструктуру. В первую очередь это идут вопросы о санузлах, и сейчас в этом году у нас выделены деньги с госбюджета для создания 32 санузлов на туристских объектах области именно. Работы по улучшению инфраструктуры идут. Ну, медленными темпами. Ну, есть такие, которые вот по сервису, например, не уступают иностранным, например, объектам? Если взять Алакуль, у нас есть зона отдыха Алакуль Резорт, у нас есть Гранд Вилла, Аквамарин, которые не уступают международным туробъектам. Ими довольны отдыхающие? Ими довольны отдыхающие, да. Конечно, всегда есть над чем работать, но они не уступают стандартам мировым. Задам вопрос телезрителя. Вот они говорят, назовите нам самые лучшие места в крае ЖТСУ, где можно провести отлично свой отпуск. Скажите, пожалуйста, где они могут провести? Если говорить как турист, я бы поехала, конечно, на Алакуль. Целебная вода, свойства этой воды очень полезны для организма человека. Также я хочу отметить Кольсайские озера. Я сама была в селе Саты, и когда я оказалась в этом месте, я как будто была у бабушки дома. Да, там первозданная природа, нетронутая, это чистый воздух, домашняя пища, да, это натуральная пища. Мне кажется, это очень полезно именно во время отдыха для каждого гражданина нашей области, и не только области. Ну, вы являетесь, например, директором именно туристского информационного центра. Ну, для того, чтобы привлечь туристов, какая работа ведется, например, разъяснительная, рекламная и так далее. Вот простому человеку как узнать, как поехать, с кем связаться, сколько стоит, например, тур и так далее? По маркетингу у нас очень идет большая работа. Сейчас в первую очередь это цифровизация. 8 тысяч объектов сейчас загружены на платформы TripAdvisor, Profit Travel, Яндекс, Google и так далее. А если наш гражданин, ну, житель нашего города, либо области хочет узнать информацию о нас, они могут прийти к нам в туристский информационный центр, где мы предоставляем бесплатную информацию именно по зонам, ну, по всем объектам и субъектам области. Это все делается бесплатно. Также раздаются раздаточные материалы в виде буклетов, карт и контакты, да, базы отдыха или места размещения, куда они хотят именно поехать. А если говорить о международном именно туризме, привлечении иностранных туристов, мы сейчас ведем работу с международной платформой Profit Travel. Это именно на российский рынок мы работаем. В прошлом году мы начали эту работу, в этом году продолжаем. И еще аэропорты города Алматы, Астаны ведутся показы видеороликов именно о туристском потенциале нашей области. И в каждом знаменательном объекте размещаются наши инфостойки, где также туристы и каждый человек может почитать буклеты и ознакомиться с информацией. Помимо этого, как можно найти, например, вас, вашу рекламу, например, в паутины? У нас работает наш портал jitsu.travel. И также мы есть в социальных сетях, на Facebook и Instagram страницах. Instagram страница Welcome to Jitsu и Jitsu Travel. Там также человек может узнать информацию и задать вопрос, на какой вопрос он получит ответ на заданный вопрос. Но ваш сайт работает хорошо? Сайт работает. Мы уже начали ценить работу человека по посещаемости сайтов. Сайт работает и ежедневно производится обновление, дополнение к материалам. Когда мы говорим о туризме, в первую очередь приходит в голову, например, не сервис, но если даже про сервис говорим, мы чаще всего вспоминаем о людях, которые именно создают другим отдыхающим этот сервис, например. В этом плане многие на сегодня решили заниматься, то есть учиться на работника в сфере туризма. Вот как они трудоустраиваются? Есть ли, например, места или это сложная сфера? Сфера не сложная, сфера очень интересная. На сегодняшний день наше управление ежегодно проводит курсы по подготовке гидов. Эти гиды получают корочки, и они могут работать самостоятельно гидами-экскурсоводами. Сейчас мы ведем работу с университетом Жанцегурова. Мы хотим с ними сделать такую систему, чтобы их студенты подавали нам список, и мы отрабатывали это с бизнесом, и чтобы мы могли их трудоустроить, либо отправить на стажировку с последующим трудоустройством. Такие работы некоторые сейчас мы хотим начать, и они уже начали свое. Только начали эту работу? Да, начали работу. До этого не было. Ну, например, выпускники других, например, вузов, которые хотят трудоустроиться в Алматинской области, например? Возможность есть. Если к нам приходят студенты с обращением прохождения практики, мы никогда не отказываем. Мы всегда за то, чтобы молодые учились у нас. И если у нас по возможности есть вакантные места, либо мы можем предложить, конечно, мы такую помощь предоставляем. Здесь вот очень много вопросов поступает по льготам. Какие льготы, где, ну, разных называют. Я, в общем, хочу задать. Скажите, какие льготы сегодня, например, предлагают различные зоны, которые находятся у нас в ЖПСУ. И со стороны государства, например, со стороны области, есть какая-нибудь помощь именно турфирмам, чтобы они смогли, в свою очередь, снизить свои цены, например, на какие-то услуги. К примеру, желающие отдохнуть, они больше всего уезжают за границу, поскольку там намного бывает дешевле, включая даже перелеты, чем, например, наши свои же зоны отдыха, вот в Казахстане, в частности, в Алматинской области. В этом плане что-то делается? Ну, наша дороговизна цен именно связана с тем, что это сезонный вид отдыха. Тот же самый Алакуль возьмем. Они работают именно только летом. Поэтому в связи с тем, что им нужно как бы оплачивать заработную плату, да, вести этот бизнес, поэтому цены немножко превышены. Но это для того, чтобы бизнес держался, для того, чтобы они развивались. Но вообще сфера субсидируется? Ну, чтобы как-то облегчить работу вот тех же бизнесменов, которые хотят, например, поднять престиж региона в сфере туризма? Помощь бизнесменам есть. Если человек приходит с планом и говорит, что у меня есть такая разработка, ну, там, соответственно, это нужно все показывать, доказывать, эффективность, да, этой работы. И, конечно, государство поддерживает. А в этом году, например, этот год, вообще этот период, этот сезон отдыха, он необычный. Поэтому какие-нибудь снижения цен или какие-нибудь льготы будут? Снижения цен нет. Наша сейчас основная задача — это держать цены на том уровне, который они были изначально, чтобы не было повышения цен. О снижении цен мы сейчас не можем говорить. Не, не можете говорить. Ну, может быть, будут. Спрашивают, из каких стран больше приходят туристы? Вот кому больше нравится ЖПСУ? Из европейских стран очень много приезжает к нам. Также из Китая приезжают, но больше Европа. Европе, наверное, больше нравится этно- или экотуризм? Да, именно это, экотуризм, нетронутая красота именно нашей природы. Учитывая красивую природу нашего края, который мы все время любим хвастаться и рассказывать многим. Многие задают вообще вопрос, какой у нас национальный туризм развивается. Например, мы вот эко, этно говорим, но все-таки самое такое национальное, которое подчеркивает именно, что вот это Казахстан, это вот ЖТСУ. Есть что-нибудь конкретное, о ком мы можем прямо рассказать? Это Казахстан, это, конечно, этно-туризм. Это культура, это наши традиции, это наше начало, где мы показываем, как у нас раньше делались текемет, наши национальные украшения, наши национальные блюда, как они готовились. Корт, ремшек, баурсах — это очень интересует иностранцев. Это именно наша визитная карточка для иностранцев. Желающих научиться готовить или... Да, и вот именно в наших этно-улах, в намаде, в гуннах, это показывают, как это делать. Любой человек, который посещает этот этно-ул, он может на примере посмотреть, он может попробовать это сделать. Самостоятельно. Самостоятельно, при помощи. Вот сразу задают вопрос, говорят, спрашивают, где находится намад и гунны, адрес? Подскажите, и где найти, как поехать? Намад находится в Ушконыре, в Алматинской области. У нас гунны находятся в 35 километрах от города Алматы, в Толгарском районе. Ну, маршрут, если нам позвонят, мы уточним маршрут. Скажите, что лучше? Что лучше? Ну, к концу нашей программы, ваши пожелания нашим телезрителям. Желаю, чтобы в этот сезон все мы смогли отдохнуть, набраться сил. И наши туристские зоны, они готовы воспринять. Поэтому отдыхаем у себя на родине. При этом не забываем... При этом не забываем соблюдать все санитарные нормы для того, чтобы уберечь своих близких и родных. Желательно все защитные средства взять с собой, чтобы уже на отдыхе не искать, где купить маску или санитайзеры. Спасибо вам большое, что нашли время, пришли к нам на канал, чтобы ответить на наши вопросы. Не за что. Мы благодарим наших телезрителей. Оставайтесь с нами всегда. Будьте на телеканале ЖТСУ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok